Ну да, турбина вот. Ее заклинило и получается сейчас это. Горячая часть заклинена и масло гонит. Шток пополам поломало. Всем привет! Как вы уже поняли, займемся мы заменой турбины на Opel Insignia. А находитесь вы на канале Home Engineering и с вами я, Владимир Малеронок. Оказавшись в гараже, начнем разборку, сняв мешающую нам защиту. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К турбине подходит ряд патрубков. Как для подачи масла, так и для подачи воздуха. Практически все они крепятся с помощью болтов, которые придется выкрутить. Субтитры сделал DimaTorzok Нижних два патрубка крепятся на двух болтах и имеют уплотнительные прокладки. Не потеряйте их. К коллектору турбина прикреплена с помощью гайки и двух болтов. Гайку удобно выкрутить сверху, а вот болты придется выкручивать снизу, находясь в яме. Небольшие проблемы возникли с конусным хомутом. Так как у меня не было специальных клещей для снятия данного хомута, он с удовольствием снялся с помощью двух рожковых ключей. Не забудьте отсоединить шланг и электрический разъем с вакуумного клапана. Теперь турбина у нас в руках, необходимо ее полностью осмотреть. Крыльчатка холодной части была на месте, а вот горячей отсутствовала. Пришлось ее доставать магнитом из патрубка сажевого фильтра. Хоть она была и погнута, но не разлетелась, соответственно не пришлось вынимать мелкие части. Вот маркировка моей турбины. На Opel Insignia 2.0 дизель, 131 лошадиная сила. Далее необходимо промыть патрубки и интеркулер от масла. Для этого снимаем бампер, открутив винты в верхней его части. Также ослабив направляющие справа и слева под бампером. И открутив по три винта справа и слева от подкрылков. А также не забудьте отключить все электрические разъемы, идущие к бамперу. Затем снимите весь мелкий пластик, закрывающий наши радиаторы. Радиаторы крепятся на защёлках сверху и на подвесе снизу. Радиатор кондиционера можно не снимать, а просто его вывесить на проволоке. На интеркулере необходимо разжать хомуты слева и справа на патрубках. А сам интеркулер удобнее вынять вниз. Моем и сушим интеркулер и патрубки от масла. После чего устанавливаем всё на свои места. Радиатор кондиционера сначала устанавливаем в подвес. А затем защёлкиваем сверху. Из двух БУ-турбин я выбрал лучшую. Как это сделать, спрашивайте в комментариях. Ну а затем я сделал грязную работу. Проверил подачу масла. После чего установил новую турбину. Естественно потребовалась промывка системы с помощью промывочного масла. Собственно замена самого масла. И замена двух фильтров. Воздушного и масляного. Промывку делаем на холостом ходу. Никакие подгазовки не допускаются. А вот на заменённом масле можно и поддать. К тому же давление масла на холостом ходу было в норме. Всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.